Ручки ополосните, сходите быстренько хотя бы, сполосните ручки. Ручки ополосните быстренько. 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 Голодная, заброшенная, с поврежденным телом и душою. Коснись их, Господи. Покажи, кто нуждается в нашей помощи. Где мы можем показать милосердие, явленное тобою. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец. Похожен. 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 Возникает. Похожен. Местом обновленный. Аминь. Похожен. Попхожен. Местом обновленный. Готовьтесь, да? Сейчас батюшка подойдет. Я хочу узнать, кто у вас в интернете бывает, работают? Поднимите руку, пересчитай. Сколько? Пять человек. Пять человек. Шесть. Напомню всем, что уже в церкви православно началась подготовка к опричьи Великого Поста. Наступающая неделя называется неделя мытаря и фарисея. Началась по богослужебной книге постная треодь, так называемая, когда уже готовится нужных к началу Великого Поста. Оставим, говорит, тщеславие фарисейское и поревнуем мытарево смирение. Ибо он, говорит святитель, что не смог, говорит, поднять на небо, потому что знал, что грешный, как, куда, на людей посмотреть со всех сторон видел осуждающие на него взоры и голоса. Потому что многих обидел. Да и молиться-то, может быть, как следует, ты не умел. Только Боже, милости будь ко мне грешным. Только и всего. Ему не было дела ни до кого, было дело только для самого себя, грешный. Вот это должно быть и у нас. Не знаю, кто, как или что, а то часто бывает, да я вот там такой-то так пощусь, а много молюсь, добра делаю много, не как он соседка у меня там, или сосед такой-сякой. Мне задавали вопрос о чинах богослужения. Я немного сегодня напомню вам, кому будет неясно, тогда еще спросите. В православной церкви у нас, значит, в богослужебной круге есть девять чинов богослужения. Девять чинов. Но мы не все совершаем. В монастырях, где все эти чины совершаются. Так как у нас другой день уже богослужения начинается с вечера, то я с вечерней скажу. Вечерняя. Первое богослужение вечерняя. После вечерней девятый час. Потом повечеря идет. Повечеря. После повечеря начинается утренняя. А, полуночница. После вечеря полуночница, простите, полуночница. Потом утренняя. После утренний первый час. Идет. Потом третий, шестой час. И литургия. Девять. Да, девять. Литургия – это венец всех молитвословий в храме. Литургия сама по себе разделяется на три части. Соответственно, проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных. Первую часть литургии из вас никто в ней не участвует. Это только священнослужители совершают. Когда приготовляется хлеб для присуществления потом в тело и вино для присуществления в кровь Господа нашего Иисуса Христа. За литургией поминаются все верные, только верные. Это очень важно, потому что из каждой просфоры, принесенных этих приношений хлебов, вынимается частичка о здравии или упокоении, но только о верных. О неверных. Можно молиться за литургией, когда сугубо и кемья произносит священник. Там поминать можно всех эта молитва. Но за проскомидией совершается только поминовение о верных. Первая литургия оглашенных начинается, когда священник, прочитали часы, и священник возглашает благословенно царство Твое. За этой литургией присутствуют все и верные, и те, кто еще неверные, то есть готовятся к окрещению или находятся, скажем, на замечании, на эпитемье. Когда священник возглашает оглашенные из идите, да никто от оглашенных, а и лицеверные. То есть все те, кто оглашенные, готовятся к крещению или на эпитемье, они выходят из храма. В храме остаются только верные. Начинается третья часть литургии, литургия верных. Дальше поет херувимская песня. И когда от верую, пропели верую, начинается так называемый эфористический канон. Это самая важная часть во всех богослужениях. В это время происходит присуществление хлеба и вина в тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Первая литургия была совершена самим Господом. В четверг перед своими страданиями, когда Господь со своими учениками в горнице собрался и взял хлеб, и сказал, примите и сие с тела Моя. Та же и чашу с вином благословил, и сказал, примите и пейте, это есть кровь Моя. И сие творите Моё воспоминание, доколе Я приду. То есть это будет совершаться до второго пришествия Господня. Скажут, а храмы будут закрыты? Храмы будут закрыты, может быть. Где это и как? Но Слово Господне, оно не приложено. Если и небо, и земля пришли бы куда-то, то Слово Господне не придет никуда. То есть это таинство будет совершаться до самого второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Было время и у нас на Руси, когда тайно совершались, когда священник имел за плечами котомочку, деревянная чаша там у него, и ходил. И тайно переправляли его, нельзя было где-то. Рассказывают такое, что долго прятали одного священника по разным там деревням, долгое время. Ну а искали уже его где. И когда наконец его арестовали, то он так возрадовался, говорит, и возблагодарил Бога. Наконец-то сегодня, говорит, я за все годы спокойно лягу спать. А то при каждом шорохе приходилось вставать, наверное, идут забирать. И наконец спокойно, говорит, засну, первый раз это когда арестовали. Было такое время, и еще оно непременно будет. Потому что об этом нам говорит Слово Божие. Оно будет это. К этому мы должны сегодня не на судьбу надеяться, а утверждаться в вере. Утверждаться день от дня в вере. Тогда только будем мы непоколебимы тех испытаний, которые пошлет нам Господь. Наступающая неделя, так называемая неделя, сплошная. То есть поста в среду-пятницу нет. Следующая неделя будет, в простонародье называется, пестрая. То есть пост будет в среду и пятницу, как обыкновенно. И третья неделя будет уже масленица. То есть в то воскресенье, через воскресенье будет заговорено мясо, и далее масленица будет. И потом начинается уже великий пост. Вот это не забудьте все. Главное это, чтобы не пропустить эту неделю. Нет. А мне какие вопросы? Перед этим не совпустые. Слушаю вас. В интернете сейчас какая-то истерия идет насчет этого паспорта электронного, который должны вот-вот уже принять, готовиться. И особенно среди верующих есть такие проповедники, так называемые. И какая-то вот, знаете, нагнетается такая вот обстановка тяжелая. Понял, понял. Значит, я интернетом не пользуюсь. Совершенно не знаю. Что такое и как. Вы можете более спросить у тех, кто хорошо в этом известен. Но только я думаю так, что больше нагнетают эту ситуацию те, у которых нет веры твердой в Слово Божие. А еще где-то какой-то монах сказал, монах, который там, можно сказать, чуть ли не родился на Афоне и никуда не выезжал. И вот он там старается руководить судьбами церковных чад. Оттуда принимать, не принимать паспорт, то-то, то-то, где-то выискивать все. Там, который, он не знает, что такое жизнь в миру, как она происходит, он понятия абсолютно никакого не имеет. А так что-то где-то услышал и дальше. Я думаю так, мое мнение такое. Как это, то я дальше не могу. Те, кто больше об этом знает и больше слышал об этом, те больше вам расскажут. Еще какие вопросы? Что, никаких больше нет? Следующий раз приеду. Следующий раз через воскресенье. Через воскресенье приеду, но потом на прощенное воскресенье, следующее сразу. Как всегда будет, так же мы здесь будем. Потому что перед постом у нас всегда прощенное воскресенье, так называемое, когда мы спрашиваем прощения друг к другу. Вот, на время, значит, начало Великого Поста. Чтобы, говорит, с чистой совестью и сердцем приступить к этому великому поприщу. Вот. В одной из беседствий Теолиан Златоуста. Если бы, говорит, мы при наступлении поста каждый раз брали так, меня очень, значит, тяготит такой-то грех. Я не могу никак, вот возьми, говорит, это, в этот пост освободись от этого греха. Вот. Я не могу, там, допустим, прикословлю мужу. Чуть что, я сразу ему, возьми за этот пост. Я больше не буду, я буду повиноваться покорной женой. Чтобы он увидел во мне кротость духа, и через это, может быть, он и обратится, и придет. Вот. Еще у кого какой-то грех, вот возьми, за этот пост я постараюсь освободиться от этого греха. То есть, усилить молитву именно об этом, чтобы Господь дал силы тебе в этом, как освободиться от него. Попроси молитвы близких твоих, кто верных, духовных, кто еще. Помолитесь обо мне, братья и сестры, чтобы мне освободиться от этого греха. Вот так вот. Еще что есть? Какие вопросы? Нету? Ну, дальше продолжайте. Вопросов больше нет. В прошлый раз батюшка говорил, темы две, не касайтесь там патриархии, там о своих подвигах не говорите что-то. Он не бывает в интернете, у него даже выхода никакого нет. Весь эфир от края до края за горизонт наполнен абсолютной ненавистью к Русской Православной Церкви. Этого никогда за всю историю не было. Это все говорят священники. То есть самые лучшие люди неверие, в неверие тоже там есть хорошие люди, но они неверующие. Все силы, все таланты бросили против Русской Православной Церкви, патриархии. И не говорить об этом, это значит не голову в песок, а голову вообще себе оторвать надо. Вот сейчас я вам говорил в прошлый раз про Невзорова. Он выступление делает небольшие, называется «Уроки атеизма». Темы разные-разные. Ну абсолютно. Вот одна тема такая. Высшите внимательно, батюшка Деван, чтобы он услышал это. Может быть ответит. Вот одна тема такая. Русская Православная Церковь отзывает партию святых, оказавшихся бракованными. Сам вопрос по себе разве не говорит, что заложено что-то страшное в нем. Церковь отзывает группу святых, оказавшихся бракованными. Это высокий ум надо иметь, чтобы так составить предложение. А когда дадьешь до сути, ты ужаснешься. И ужаснешься не за того, кто этот Невзоров. А кто дал это. И кто прячет концы не в воду, а в преисподнюю от нас. Ну скажите, кто, если не был в интернете, сам по себе сегодня первый раз слышит. Можешь ответить? Без интернета, без моих комментариев. Сам по себе. Ну я могу приблизительно. Так, приблизительно. Ну мы уже сколько раз говорили, что там голов Луки уже 15, конечности Златоуста там сколько. Ну то есть, ну что-то там бракованное у них было, что-то не такое. В мощи, в общем, о мощах идет речь. Так, еще кто? Не, 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 не. Просто канонизировали. Ну или канонизировали. Не читал с интернета? Нет, вы хотите прокомментировать, не зная. Давай. Вот я думаю так, что канонизировали людей, а в этих людях открылись такие факты от явного греха, что он пришел, что он пришел, их деканонизировать. Еще раз переспрошу. Ты об этом не считал в интернете, первый раз от меня слышишь это предложение? Я всегда говорил, у него оригинальное мышление, как у Невзорова. Не закончит только тем, чем он. Невзорова это один из умнейших, который сегодня в эфире. Я скажу, что в Государственной Думе, ну может быть наверняка даже, у меня Жириновского Владимира больше еще никого нет. Это и клон там, и как угодно говорят на него. У него настолько оригинальные мысли. Если бы его президент взял еще и в советники себе, и попытались воплотить, что он говорит, жизнь начала бы даже с той стороны меняться. А сейчас сообщают только в состав советников, включен Невзоров, по просьбе президента. Вы не представляете, какой там ум, что задействовано. Спустя три столетия все еще спорили об оригине. Он сам по себе это говорил. Или свыше ему дано было это говорить. Хотя он говорил то, что не входило в русло православного толкования. Притом о самых кардинально важных вещах. Вот Игорь абсолютно правильно сказал. Коммунизация это антихристианское явление. Я об этом писал в книгах и говорил. Написано в первом послании к Коринфянам. Не судите никак, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда будет каждому похвала. Никак, то есть ни положительно, ни отрицательно. Мы не знаем намерения. Осветит намерение сердечно написано. И вот они канонизируют, сидят там дедушки. Те, которые почти все сто процентов были, может быть, даже и платными сотрудниками КГБ. Сексотами. Это новое поколение, еще там сильно ФСБ не занимается. И они сознаются. Кураев Андреев сказал, да, я сотрудничал. Митрополит Хризастом, литовский. Он был иркутский в свое время. Он как раз только полагал, которому голову отрезали отец Геннадий Григорий. И он говорит, да, я сотрудник был. А вы чего молчите здесь, архиереи-то? Ну все же в этом замешаны. И они теперь решают, кто на небе. Спрашиваются, зачем? Какой вы авторитет дадите православию или кому-то? Но находятся люди умные, начинают исследовать биографию канонизированных. И говорят, да, он сам сотрудник КГБ был. Вот это заражил 15 человек. И они теперь партию святых отзывают раскононизировать. Называется деканонизация. Но позвольте. Канонизировали это три года назад. В счастье их построены храмы. Их иконы в храмах. В счастье их крестили детей. Это как? Храмы еще можно переименовать как бы другие. Но в счастье их крещеных, в счастье сексотов, никогда в мире этого безумия еще не было. И это все безбожники берут на учет. Как верить всем остальным вашим канонизациям? Отдельно. Беседы с сектантами. С разными, с разными, с равноверами. Сегодня я еще утром, уже перед тем, как идти, еще послушал отец Олег Стеняев беседовать. Лучше его никто не беседует. Нашли даже такое, где беседует Виктор Скоротовский, который из Америки. Беседует хорошо священник, там пастор баптистский, какой-то еврей туда-сюда, как бы, склоняется. Очень хорошо беседует. Хорошо беседует, но ни один правильно до конца не доволен клиенту. Лучше отца Олега никого нет. Еще в одном месте, допустим, они берут, родноверы, это язычники, русские, но не нео-язычицы в России. Вот сидят три священника, и один из них, фамилия, я не пойму, видимо, Игнатий Душиинов. Это вот, где брошюрка вышла о крещении, и там, где батюшка крестит, вот эта брошюрка, которую запретили здесь они, в клочках. И он говорит, давайте найдем точки такие. Библию вы не признаете? Они сидят там одеты, в расписных рубашках, косоворотках. Ну, русские люди. Не верим. Так. Но вы верите, что есть Бог? Что есть? Ну, там, верят, не верят, но... Ну, высшая сила какая-то. Да, верим. Надо нащупать, как беседовать. Очень умно. Ну, а тот, который, она личная или безличная? И они сразу раздвоились. Личность твоя или не личная, сразу он просто отвлеченный. Мы можем говорить ему, ты. Вести беседу. Как много надо знать. И везде все доедино. Он берет, не берет, а беседует с Виссарионом. Прямо Виссарион этот за себя, за Христа выдает. И отец Олег считает все по священному писанию. Здесь сидят даже Виктор Скоротовский, очень хорошо беседует. Но, вот я был баптистом. 12 лет я назад пришел в православие. И начинает показывать, как есть. Но берет уже православное все. Священник святая, знаете. Я был неверующий. А вот я когда дошел первый раз в храм, со мной товарищ был. Вот на меня, как две ванны теплой воды, кто опрокинул. Я понял, благодать. Благодать. А баптисту сидит и... А что он говорит? А баптисту Библии, он говорит, ну написано вероотслышание. Да какие же вы миссионеры-то? Ты ему дай из Библии 66 книг. Они 11 не признают. Ко Христу пришли садукеи. Христос не стал им доказывать истанахи из какой-то чего-то. Они признают только пять книг. Он дает по их книгам. А вы считали, что он сказал, я Бог Авраам Исаака Якова? Ну конечно, мы признаем. Садукеи? Да как он сказал Бог Авраам Исаака Якова? Там написано, есть, сейчас, а не был когда-то. Значит, они у него живые? Запереглядывались. Да, живые. Мы же не говорим, что я отец пятерых сыновей, пять сыновей у меня. Ты говоришь, трех убили, у меня два сына. Мы же поясняем. Надо научиться понимать противника. И вот сейчас там Невзоров, но разные-разные темы у него есть. Вот ПК, то есть там общая православная культура в школах, какие-то вопросы задают. И меня стали просить, ну ответьте, почему вы молчите? И я принялся за этот разбор. И десять его выступлений разобрал. Ну где съемку вести? Мы решили здесь прийти. Стол отодвинули, Володя с той стороны, чтобы на меня свет падал. Книги здесь. И уже похвалили, как его... А он сидит там, у него там такой антураж тоже. А где он бывает, еще там и черепа. Хотя здесь не видно, скелетов полно. Я должен теперь разобрать выступление этого человека, который учился в семинарии. Его брать очень трудно. Я теперь вот здесь говорю. И теперь должен сделать ссылку из него, чтобы другие заходили. Нужно смотреть теперь, что в эфире делается. Никто не ожидал. Уже вышли на его жену, чтобы его подтащить к тому, что мы говорим. Я звать Лидия Алексеевна. Жена, вместо креста когти висят, я не знаю, собачьи или армины на шее. Мне говорят, так это сделанные такие, это бриллианты, вот там дорогие. Ну я не знаю, ну интересно, когти висят на шее на голове, вот так. Ну не в этом дело. Теперь я дальше спрашиваю. Кто читал его выступление и мои, я называю, комментарии. У него название «Уроки атеизма», у Дмитрия Смирнова «Под часами», а я назвал «Открытым оком во свете Библии». Как все наши книги. Кто в интернете читал это? Так, ну скажи ты, что ты считала там и как, какие? Ну я только... А, плохо. Так, кто вник в это дело, посмотрел, и какие я даю комментарии, входя в это? Кто может сказать? Ну говори, что такое. Я все не смотрела, потому что мне плохо загружается. Но вообще я его стала уже так... Ну вот не последнее время, а даже еще раньше я на него обратила внимание, поскольку это имя на слуху у людей. И я уже слышала про Александра Невзорова. Ну кто он такой, я представления не имела. И вдруг однажды я столкнулась с его роликом. И я его открыла, этот ролик посмотреть. Я его когда смотрела, этот ролик, и удивительный человек мне так показалось. Во-первых, он привлекательным, внешне выглядит. Но это мне так показалось первое мгновение. Но когда я присмотрелась к нему, я увидела, какой у него утомленный взгляд. И он вообще, можно сказать, даже и он не смотрит. Он как-то прячет свой взгляд и глаза отворачивает. И он уставший, уставший у него вид такой. И какая-то такая тяжелая печать на лице лежит у него. Смертная печать. И я тогда более внимательно стала его прослушивать. И поняла, он говорит такие вещи, которые действительно существуют в нашей жизни церкви. В основном его мысли-то все направлены на церковь. На образ священства, на жизнь, чем она занимается, как она обманывает людей, церковь. Вот такие вопросы-то, которые действительно есть, реально существующие. И мне первое время было как-то не по себе. Я понимала, что эти мысли, они как-то и у меня бывают, что я вот внутри себя понимаю, что вот я вот с этим вот не согласна. Вот он о канонизации вот где говорит, о торговле он много говорит. И вообще всю структуру церкви он представил как мощную машину индустрии торговли. Вот такую. И это действительно, я понимаю, что это действительно так. Вся задача, вся цель. Пузатые, как же он назвал-то, пузатые мужики бородатые, увести за собой как можно больше людей, которые бы приходили к ним в церковь и покупали свечки. Вот примерно, вот я не цитирую, но мысль вот эта, потому что мне его в жизни не процитировать. Это великий ум вложен в него и огромная, это глыба памяти вот такая. И причем я поняла, что он занимается такими науками, которые недоступны многим-многим людям. Они даже и оккультные, наверное. И потом, когда я увидела, что его окружает в том, это, по-моему, ну так я подумала, что это, наверное, его рабочий кабинет, где у него берет интервью корреспондентам. И что его там окружает. То думаю, что там не только, ну, оккультизм вокруг него, он везде. Там не только скелеты, не только черепа, но там какие-то его окружают еще такие предметы, которые мне незнакомы. Они, ну, я так понимаю, что они связаны с чем-то недоступным нашему мышлению, нашему взору. Это мне так показалось. Я так подумала. Но теперь, когда я дальше стала его смотреть, еще два ролика его просмотрела. И третьим роликом было, это два вопроса, которые он задает. Вот, это кто убил, вот, Деяния апостола, четвертая глава, там, где... Пятая глава. Пятая глава. Это Ананию и Сапфиру. Кто их убил? Когда он задает этот вопрос, то я поняла, что у него еще и кощунственное такое. И мне стало настолько тяжело и неприятно, что я решила, что я больше его никогда-никогда не буду смотреть, чтобы не повредиться умом. И я отошла. Я больше никогда не стала смотреть. Но вижу, что он все больше и больше его роликов закачано в интернете. Все больше и больше. И на одном ролике я увидела, это небольшой такой ролик, наверное, минут на 9, может на 13. Это его беседа. По телефону прослушали, как он беседовал с Березовским. И тогда я поняла, что это даже и не он. За ним такая, какая-то мировая структура, та, которая разрабатывает эти материалы для него, эти планы. Это то, над чем он трудится, какие темы он поднимает. И вообще его жизнь, я уже тут тогда вернулась назад, посмотрела его биографию, почитала. Мне стало страшно за этого человека. Мне стало его жалко. И я думаю, как бы я хотела помолиться за него. А как? Я боюсь. Я даже, знаете, страх охватывает, что, а как за него молиться, я не знаю. И думаю, да как же. Ведь кто-то же должен выступить, и кто-то должен объяснить эту ситуацию. И не всегда он такой-то бывает агрессивный, он бессовестно агрессивный. Вот такие моменты бывают, когда вот смотрела ролик, его беседу с Глебом Якуниным, это 1995 год. Это лицо авторитетное. Как он нагло себя вел бессовестно с ним. И я поняла, что в отношении вообще всех попов, он их даже не называет священниками, в отношении всех пузатых попов, бородатых, мужиков, которые ведут такую массу людей за собой, чтобы обогатиться самим. И мне было очень как-то больно за Глеба Якунина, который на его дерзость не отвечал, а так кротко с ним, в присутствии, конечно, того человека, который вел эту беседу. И говорит, ну а вот вы бы сейчас могли, это тот журналист, который вел беседу, эту встречу, ну подать вашу руку и пожать ее, это Александру Невзору, это задает он Глебу Якунину такой вопрос. А Глеб Якунин говорит, да, если бы он принес покаяние, я бы сейчас же непременно ему подал бы руку свою, несмотря на то, что у меня, говорит, пальчик переломный, я не могу сейчас, вот мне это очень больно показывать даже, но я бы все равно ее подал. То есть руку помощи, я так понимаю, что этот священник Глеб Якунин, он мог бы ему подать, но он резко отказался, а я бы не мог, и так с вызовом. Но я тогда еще не видела вот этой беседы, это смотрела я еще до того, как я увидела вот эту беседу с Березовским. Но когда я увидела с Березовским, я поняла, эта беседа-то, он служит, он просто выполняет определенные задания в нашем обществе, так, чтобы и нашли тонкое и уязвимое место, через что разложить, и продолжить разложение нашего общества, это через церковь. Это действительно такая глыба, через которую можно это сделать, учитывая пороки ее. И это очень такой, мне кажется, вариант, самый доступный и беспроигрышный. Да, Игорь, ты правильно подсказал, это беспроигрышный. И я думаю, ну все равно же, кто-то же должен ответить на эти вопросы поставленные, а он в каждом ролике, у него не только вопросы, он прямо вызывает, он вызывает, вот так Игнатий Тихонович говорит, ну вы вызовите меня на суд, вы пригласите меня, и я вам дам ответ. Так и нету. И он вызывает, а никто не выходит с ним. И я тогда думаю, ну как же так у Игнатия Тихоновича, почему молчит-то? Он когда-то должен ответить. Я позвонила Вале, теперь у меня есть такая возможность, в Германию, Валентине Сортисон. И говорю, Валь, ты вот видела, она же всегда сейчас находится в интернете, это месяца два, уже три может быть. И я говорю, Валь, ты встречалась? Она говорит, да, встречалась, как мне страшно за него. И стали мы с ней, вот это я говорю, Валь, а ты не думаешь, что кто-то должен ответить? Ну да. И прихожу я в пятницу с работы, захожу в интернет, я вижу ответ. Игнатий Тихонович отвечает на это, выходит с ответами. То есть никто больше не вышел, не нашлось таких, ни Андрея Кураева, ни Патриарха, никто не вышел. Он их очень сильно трогает. На Патриарха у него большие нападки, и причем они неопровержимы. И самое главное, это и снимки он показывает, и с женой, и с дачей, и с родственниками. Ну, показывает все. Просто неопровержимо, если это еще не подделка, конечно. И вот, какая у меня была радость, то, что я теперь знаю направление и молитвы, ход молитвы. Потому что Игнатий Тихонович начинает с молитвы. Эту встречу, эту, как сказать, ответы свои, они так построены вот в этом вот нашей трапезной. И очень удачно такие прямо съемки сделаны. Особенно, ну, вот на фоне вот этого мне очень понравилось. Потом, ну, и, естественно, самая богатая вот такая съемка, она прямо вот впечатляет. Это вот за тем столом, где он сидит. И вот так вот книги, они там не все вот так, ну, видно, что их очень много. И когда он отвечает на вопросы, Игнатий Тихонович, он подымает какую-либо книгу, берет прямо и говорит, вот тут вот есть такой вопрос. И открывает, а я думаю, вот как раз ответ на мою молитву, чтобы сделать книги более известными, чтобы через эти книги еще многие люди нашли путь к Господу. И он прямо эту книгу берет, открывает. Ну, вот такой-то вопрос, вот такой-то ответ здесь. И он на своем жизненном опыте много ему рассказывает, какие у него были такие случаи в жизни, какие последствия были. Он прямо ярко это все так рассказывает. А на своем личном опыте и примере, будет ли это для него. И он его приглашает вот обратить внимание вот на то-то, на то-то. Причем с такой любовью, так мирно и буквально неопровержимо. Да, с нежностью, как здесь говорят. Действительно, это так. И показывает. Вот я говорю вам, вот на основании вот этой книги, которая называется «Библия», показывает большую нашу книгу, 77 книг, объясняет, что там. Ну и указывает ему путь. И мне очень понравилось, что Игнатий Тихонович говорит не только о нашей православной церкви, он говорит, но ведь еще есть другие. Вот садите, вот у вас очень, как, большие возможности есть, ну как вот покаяться, ведь вас окружает подумать о смерти, вот как, о последнем дне своей жизни. Ведь у вас все, весь вот этот кабинет, он весь именно этим наполнен, скелетами, черепами. Но вы спрячьтесь куда-нибудь в уголок за эти скелеты и подумайте, что и у вас будет вот этот последний день. И как вы предстанете, да и есть ли вообще там вера в это? Ну, я думаю, что в загробную жизнь у него большие познания, и есть вера о загробной жизни, потому что это его действительно очень-очень много окружает. И, ну, если вы не хотите пойти, не доверяете этой нашей православной церкви, есть еще и другие церкви. Он называет в первую очередь католическую церковь. Потом далее, ну, не нравится вам, вы можете пойти в Григориано-Армянскую, ну, есть еще маленький, коптская, сирская, куда вы можете обратиться, чтобы вы, если не хотите здесь, и там вы сможете принести ваше покаяние, но вы его должны внутри себя сначала вот иметь. Вы знаете, у меня, я просто, я так обрадовалась, скорее Вале звоню, Валь, ты увидела, а она говорит, я уже пять роликов просмотрела, я говорю, я только даже половину одного просмотрела ролика, я поняла, что это такое, как смело, как спокойно Игнатий Тихонович ему все рассказал в свете Писания. Я очень рада и благодарила Игнатия Тихоновича за это принятие. Я тоже хочу поделиться своими впечатлениями о просмотренных видеороликах. Братья и сестры, обращаюсь непосредственно к вам, извините за голос. Я вот, мы часто посещаем, ежедневно практически форумы, что-то совсем пристали наши братья активизироваться, сестры, братья, к сожалению. Совсем нет ни выступления, ни полемики никакой. И Игнатий Тихонович, начиная эту тему разборов видеовопросов этого Невзорова, выдвинул совсем человек не нашей общины. Некий там есть Сергей К, который задает Игнатий Тихоновичу вопросы, он его прям буквально... Он меня вызвал, как Сергей Козыдеев, там это... Козуванов. А так же никто и нет. Он 7 февраля, мы открыли, 10-го года, и он первый был на форум пришел. То есть, как у нас бывает образование общее, ну, первое, Валентина Павловна, это Виктор Андреевич, то есть это начатки. Он именно в начатке. И он, давай меня терзать вопрос, прям наступательно, почему молчите? Люди ждут не какого-то именно вашего ответа, который, тем более вы где-то известные, и люди увидят другое. Ну, почему нет? И выставил ролики, там, 1, 2, 3, наконец, 10. Не взору, а отдельные темы все, 10. И пришлось мне тогда по всем 10 пройтись, по отдельности точно так же отвечать. Заранее готовится. На принтере я отпечатал места писания, которые здесь говорили. Так вот, что я хотела сказать. Братья и сестры, мы давно уже не слышали живой проповеди Игната Тихоныча непосредственно в храме. Вот я лично. Я очень скучаю по этим проповедям. И вот когда мы включаем дома вот эти ролики, прям аллилуйя хочется опять. Потому что Игнат Тихоныч говорит о том, о чем мы, в общем-то, всегда молимся и говорим. Потому что в последнее время мы так отклоняемся на тему благовестия, она, конечно, нужна. Но о спасении собственной души нам все равно надо об этом каждый день думать. И Игнат Тихоныч об этом говорит. Вот говорит и говорит, о чем вот я лично соскучился. И поэтому, спаси Христос, Игнат Тихоныч, выражая вам свою личную вот такую радость по Христе, что это есть. И что человек вот вызвал вас, так сказать, на эту словесную дуэль. И слава Богу. То есть человек не нашей общины. Вот я что хочу сказать. Что мы опять-таки сидим, к сожалению. по грязным своих мирских заботах. Ну да, я бы там разговорили. Ну надо немножко, хотя бы чуть-чуть, это чем может. Помогайте на форуме. Потому что был недавно у нас день форума и сайта. Ну как-то поговорили, все красиво, а в итоге-то нас там мало, к сожалению, братья и сестры. Конечно, хорошо, что вы проповедуете в Одноклассниках, в Майл.ру. Ну и форум надо тоже не забывать. Потому что это детище наше непосредственно. Спаси Христос вас. Слава Христа. Вот сказанное вам не на один день. Вы себе держите это. У меня нет интернета. Ну у тебя чашка есть, в которой ешь. Ты думаешь, что там все в чашке у тебя? Ну оторвись маленько, подними глаза к небу. Да будет что-то другое. Бог дал такое сегодня время, которое и последним уже называется. Мы даже едем сейчас расчетом того, что не придется вернуться. На этот год очень и очень большую ставку делают. Государство, не люди. Вы просто не вникаете в это дело. И вот этот человек вышел. Для православных, для патриархии, это скопище всякого зла. Демонизм. А у него столько хороших мыслей у Невзорова Александра Глебовича. И я это показываю. Он прав здесь. Вам никогда не выйти из-под обстрела, не выйти на истинный евангельский путь. Они его не знают. И я ему говорю, вы были где, среди кого? Ну представьте, он описывает. Я внук. Дед у него там полковник или генерал КГБ. У него вся биография такая-то. И вот на частной квартире встречается схимонах, приезжает там, или настоятель монастыря, и пишет отчет, что на исповеди говорили. А мне дадут журнальщик, мне 6 лет. А я все запоминаю и слышу. Что у него в душе-то было в это время, у ребенка-то? Он понимал, что это не просто организация Московской патриархии. Это страшно. Глушащие все живое в человеке. И они пишут, а им дают в это время возможность где-то питаться. Это чечевичная похлебка-то. И наконец его полностью отторгли. Вернется он, не вернется. Нет, вот что сказала сестра Нина. Действительно, там стоят за ним большие силы. Его однажды вызвали зачем-то где-то, там, говорит, это. И стреляли в него, но пуля прошла, не задев где-то в подсердие и прочее. А о нем надо очень сильно молиться, чтобы он не умер в необыкновенной смерти. Я говорю, вы умрете какой-то, видимо, экзотической смертью. Вам никогда до моего возраста не дожить. И каждый сеанс, который он говорит, первым делом он раскуривает трубку, скрывается в дыму. То ли поджек от Шарлока Холмса играет или что-то. А табак это не вредно, вредно бумага, которая завернута, поэтому я трубку. То есть, может быть, он ничему не верит. Сколько у него скептицизма, яда, желчи. Но я рассмотрел в нем другое. Он неравнодушный. И это может его подвигнуть к поиску. Еще в 90-х годах он называл себя православным. Теперь я не просто атеист. Ему говорят, он лошадями занимался. Вы верите в лошадь, ему говорят. Лошадь, чтобы умела считать, она у него буквы убирала, то другое. Ну, мы знаем, демоны все умеют делать. Так что нужна помощь. Десять роликов я полностью разобрал и выставил. А заголовок такой, Невзоров-Лапкин. И какая тема? А дальше о чем я говорю? Вот это все выставлено. Так, пересядь-ка сюда. Ты большая уже. Оля ушла, сошла с дистанции, ее нет. Вот Оля Соколакова. С ней кто близко знакомый? Я прошу ей занятия. У нее очень неблагополучная остановка. Даже просто посадить на нужное место я не могу. И я не могу. Я пока не покорилась. Я к слову просто пришлось сказать. Теперь. Ну, я не могу вас селом заставить в интернет заходить. Потому что я отовсюду выбираю прошлое. Я себе говорил, побег в легион. Кто просмотрел, прочитал? Так, что ты скажешь? Это французский легион. Легионеры. Я скажу, что нужно посмотреть это, потому что, когда жена увидела, что я смотрю. И зачем тебе это надо? Ну, во-первых, это мне интересно. Во-вторых, я не знаю, в какой ситуации я могу оказаться. И то, что он говорит, он говорит очень много полезных вещей. Не только говорит и показывает, показывает, как можно выжить, какие простые вещи можно применить для того, чтобы сохранить свою жизнь. Ну, это просто необходимо каждому человеку. Ну, а молодым людям посмотреть побег в легионы, это просто необходимо. Потому что нужно знать, кто ты есть вообще. Вообще ты что-нибудь собой представляешь, как человек. Не говоря уже о самом высоком звании, в котором значение этого слова, устремленном в вечность. Просто человек нашей земной жизни даже. Что ты собой представляешь? Какие у тебя физические возможности, умственные возможности есть? Он всему этому учит. Поэтому очень полезные ролики. Я благодарю вас, Игорь Натиконович, потому что в очередной раз вы наталкиваете на какую-то другую струю, даже в нашей земной жизни, полезную для нас. Спасибо, Христос. Я к этому добавлю. Вы, Житие Святых, 12 томов, кто прослушал или прочитал? Полностью все 12 книг. Поднимите руку. Нет, призываю. О, слава Христу. Так вот вспомните, когда Павел Простый пришел. Он был очень неординарный. Ну, представьте, приходит домой, чужой мужик сидит, любоится с его женой, обнимает там прочее. И сразу друг от друга отскочили. Ну, муж захватил. Я в тюрьме нахожусь и бальчик, лежу в пожилых годах, прям старик. Я говорю, а как вы попали сюда? Да, говорить-то неудобно. Пришел домой, а моя баба чужая, ну, что, ну, я обоих завалил. Завалил, значит, зарезал. Это обыкновенно так и поступает. Это любой мусульманин так сделал бы. Вот здесь сделал не так, вот не беспокойтесь. Что вы беспокоитесь? Так, тебе она нравится, моя жена? Ну, конечно. Я тебя не трону, ты скажи, а тебе вам нравится, нравится? Все, вот это мои дети, шестерпетишек, они ваши. Я пошел, до свидания. Встал и пошел в пустыню, и нашел Антония Великого. Неординарный выход. А Антоний-то подвязается как? И говорит, тебе не выдержать, как мы подвязаемся, иди домой. Я сказал, никуда не уйду. Вот тут теперь он встал, показал, на что он способен. День стоит, Антоний молится, день второй, третий, не пьет, не ест. Но я-то привыкший. Этот стоит из мира, пришедший человек. Муж живой жены. Не уходит он век, дело не такое. Покормить надо маленько. А потом проверять. Вы знаете, как он шил там, что? Шей. Он шил нормально так. Плохо шил. Распороть. Сегодня мы сказали, тоталитарный режим там шел. Он распорол. Слушай и Сочи. И дальше. Там плеси веревки. Сухие листья, пальмы, там чуть-чуть размоченные. Руки режет. Сплел такую веревку 6 метров. Неправильно. Расплеси. А расплести еще труднее. Расплел. Еще раз и еще. Вот это и есть как раз побег в легион. Я говорил, кому слушать? Третьякова Игорю. Ты посмотрел его? Я начал смотреть. Начал смотреть. Не просмотрел. Так, Пупков Сергей. Я тебе говорил, чтобы сидели около меня. Просмотрел? Нет. Вы не думайте, что вы просто не просмотрели. А какая-то сила вас не допускает. Вы немного повыше говорите. Это вам очень и очень нужно. И там испытания показывают. Сразу говорят, в течение месяца. И через месяц вы, ребята, по эти и другую. Один. 16 лет наркозависимость. Со мной замучились. Ну, разные причины. Там студент 18-летний. Ты в армии тоже не был. Тебе тоже надо туда, Илюша, попасть. И когда это деньги платят. Там он спрятался еще у нас, Андрюша. Ему тоже надо в легион бежать. И до вечера, когда шло, Голокол до звякнет. Я хочу уезжать. Но после этого 24 часа в девочкой камере. Еще по дому и уезжать. И у них главная задача. Найти слабые звенья и выщелкнуть их. Не удерживать, а выгнать. Вся система брошена на то, Чтобы человеку доказать, что ты ни к чему не способен. А ты теперь попробуй сопротивляться. В течение месяца. И четыре человека дошли до финиша. Но эти люди абсолютно уже другие становятся. Есть с чему поучиться? Так это мерзкие. Догадливые, догадливые. Я смиряю и порабощаю тело мое. Я тоже, как Виктор Андреевич, подумал. Раньше, если это было, когда я в армии был, Я сразу пожелал бы. Я ходил добровольством в Алжир записываться воевать. Так, Игорь, пожалуйста. Ну, я хотел немножко другое, там еще Виктор Андреевич-то сказал. Со стороны духовной, я бы хотел сказать. Там все... Я буду сидеть. Там все о физическом говорилось. Совершенствование человека. Все только, да, как себя вести в этих обстановках. А там еще идут комментарии настоящего легионера. Это-то не легионеры никакие. Это просто добровольцы. Из разных стран они были. Ну и среди них как раз этот Бриар Грилс был. Вот что самое главное. И он как бы их подбадривает. Он-то много прошел, я понимаю, его. И он поэтому так с беседой, с такой... Это как, знаете, говорят, хороший, добрый следователь или плохой. Вот он добрый был следователь там. А который их учил, он такой плохой как бы, он злой. Но он заставляет там... А делают работу-то они совершенно... То там таскают, то бегают. Но если бы это... И самое интересное, что у них там свой врач. Ты должен исполнять все требования этого врача. Вот там надо пить воды сколько? Ты должен точно пить. Если ты не пьешь, то ты можешь сойти так же с дистанции. И вот этот легионер, который настоящий, он комментирует. Да, говорит, у нас такого бы даже в легионе не было. То есть у нас бы, говорит, сразу уничтожили моментально это неповиновение. Ну и так я понимаю, что там у них какие-то свои или батаги, или вообще бы еды лишили, в карцер заперли. У них там тоже как бы свои там одиночки. Ну, в общем, что могу сказать для молодежи? Это вам нисколько не поможет, посмотрите вы или не посмотрите. Вот если бы вы в лагере побывали у Игнатик, мы бы там больше вас увидели. Но вас там никого не увидишь. Поэтому я рекомендую съездить просто в лагерь, чтобы не попасть в легион этот. Или даже рядом с ним. Так, тем более в этом году, знаете, я постепенно отошел, поставил старшему Виктору Андрею Николаевичу Сапченко. А теперь и он выезжает. И у нас за старшего Володя остается. Он говорит, я за старшего, да за начальника остаешься. Он совсем уже растерянный. Как, понимаете, что вы на руках понесете его. И он это сделает. Когда их только разгружают, там, где они приехали, в легионеры, называется, в регионы, это здание, проще. Так, запомните, у вас теперь все общее, только родные, жены, дети этих не существует. Здесь думать не надо. Вы должны только выполнять. Отняли паспорта, обрили на голову, на голову. Все, думать не надо. Вопросы задавать категорически запрещено это преступление. И во все надо вдуматься. Златоуст говорит, научитесь не задавать вопросы. Не задавать. Выполняйте, оно придет постепенно к тебе. Задавать вопросы там, где, ну, трудно, разрешимое что-то. Так, вопрос задал. Кто может ответить из вас, что за слово Сингапур? Поднимать руки и ответить конкретно. Так, кто еще знает? Гор. Так, говори. Ну, это страна. Это страна. Город. Ну, и правильно. Может, город или страна. Город. Я думала, что страна. Она говорит, что страна. А ты говоришь, что? Город. Город. Так, а ты говоришь? Город, конечно. Город. Так, кто тут же знает? Что, страна или город Сингапур? Это и страна, и город. И страна, и город. И остров. О, ответ самый правильный. Его японцы захватили в свое время. Да. Да. Так вот, я к чему это говорю? Что у них есть особое правило, которое русским пока еще не дорасти до них. Если пьяный за рулем захвачен, за рулем сидел, они в любой стране есть, какие-то там меряют, сколько, и там ничего нету. Ты был выпивший, выпивший. Все. Его в полистейский участок. В полистейском участке. Там до этого допрашивают, сидит следователь рядом. Все. Был пьяный, пьяный. Врачи определили. Это промеле. Сколько у него там готово дело. Так. Ты знал это? Знал. Ты здешний, здешний. Только непонятно, тайский язык там, или китайский там, английский там, государственный менялся, даже язык неоднократно. Он был к Индонезии, принадлежал остров-город. Так. Ты согласен? Согласен. В это время стоит экзекутер, лицо уже закрыто, чтобы не видел, кто будет наказывать. Рядом станок такой. Так, распишись. Он расписался. Врач обследует. Готово дело. Теперь руки ему привязывают, ноги притягивают по поясу ремнями к этой железной монтированной установке. И теперь на задницу ему надевают особую такую толстую, крепкую и только одна голая задница. Окошко. И вот эти две половинки, две булки, больше ничего не видать у него. А в это время экзекутер стоит. И будут делать точно так, как написано в Библии. Так. Договорились? Его сначала допросил, который сидит там полицейский чин. Он за все расписывается. Да так. Чтобы невинного не наказать. Так. Удар один. Как он его стяганет и сразу экран вплотную. Показано. Полосы остались. Ну полосы и полосы. Так. Второй удар. Третий удар. На четвертом он закричал. А там никак. А маленько это его окошко-то сдвинулось. Снова остановили. С двух сторон стоят люди, которые перестегнули, подправили. Одна только задница. Третья. И уже видно. Кожа поползла. Кровь течет. Шкуры нету. Он продолжает. 20 ударов. Не 40. 20 только делал. Мужик буквально верещит. Такосохает опять. Так вот интересно. Когда ударят здесь, я никогда не видел. Вот это самое мясо-то. И вдруг оно сокращается, подтягивает туда. И все это видно. Как оно сокращается. Это поркотерапия называется. И дальше его отстегивает. И он идет. Поляшком кровь течет. Езжай. Он заплатил сколько там? 250 тысяч долларов, допустим, где-то. Самый низкий уровень пьяни за рулем во всем мире. Ничего не понятно? И при том это очень дешевый способ. Его не надо кормить, не надо отбирать. Езжай хоть сегодня. Езжай. Но он не сядет на задницу с месяц. Больше. Больше. Прова эти решает он сам. Его не прикоснуться. Он будет на животе спать. И он детям своим закажет. Я думаю, дважды там никто не побывал. Это случайно какие-то люди. Но приезжающие туда непредупрежденно у нас нельзя пить. Я беру примеры отовсюду. И вот заметьте, если кто не знает. Бывают иногда люди, которые запилились. Лещился, ему вшивали ампулу. Ну, в конце концов, помер. Наркотики, ничего не может сделать. Я знаю здесь доктор, наук. Всего два сына. Оба наркоманы. Глава администрации был кто-то показывает. Просто тот наркоман. У этого тоже знатный человек. Где дети наркотики, перенимают пьяницы. Вам это надо? Поезжайте в Сингапур. Так это хорошо. В Новосибирске. В Новосибирске поликлиника, которая лечит розготерапией, поркотерапией. Весь мир уже известно. И кто там? Герман Пилипенко, профессор. Как он вырезает розги, как наказывает. Но два часа предварительно он объясняет. Психотерапевты сидят. Объясняют все. И когда порит их, как женщина там верещит лежит. А он ее порит. А потом ей дает платочек. Ты же не хочешь быть такой оставатель. Но ты хочешь себя лишний вес согнать. Лишний вес сгонять-то. У кого есть лишний вес туда, к Пилипенко. А, говорит, стоимость очень дешевая. Только под себя, которую подстилать, вот это, простынь привези. И, ну, розги там. Да как черная полоса спала. А другая, ну, вот с весом нормально. Такая сухощавенькая лежит девица. А он ее порит. И она потом тут улыбается и говорит, знаете, я в депрессии была. Не могла выйти. Все вышло сразу. Никакой депрессии нет. С 13 века поркотерапия, только известно где записано, это в Италии. Ею пользовались особы, говорит, или особы королевских кровей. Вот как. В Германии процветающие клиники до войны были. И какая бы у тебя ни была нужда, поезжай туда. У меня есть знакомая здесь. Ну, тебе кто у Савалей-то? Второй был Юра Крестник. А старший сын Игорь. Был инженером. Запился. В прошлом году я Марину беру, Женя звонит. Он Савалей приходил даже. И Игорь-то умер. Все. Да запился. А я ему говорил, он пошел в краевую библиотеку, выписал аргументы и факты про Пилипенко. Ну, поезжай. У нас же есть сильный племянник. В Германии живет. Запился. Ничего не могут сделать. Я говорю, поезжай. Поезжай в Новосибирск. И там показывает, какие люди, сколько. И 100% излечение. Притом повторная операция, может быть, даже дешевле это делает. И ничего нет. Он сидит в первом. Тоненькие розги, длиннее. А дальше какой диаметр. Длина около метра. Но почему-то, говорит, эффект больше, когда мужчина порит женщину. А мужчину женщина порит, когда? Так слезы, говорит, градом текут. Не подумайте, что больно. А стыдно было. Каким я был и как этого не понимал. Это пишут аргументы и факты. Значит, не Сингапур здесь. А у нас свой Сингапур под боком. Если у вас есть знакомые, которые запились наркоманят, подскажите им. Герман Пилипенко. Сейчас они не поедут. Город Новосибирск. Ему едут совсем здорово. И он говорит, я думаю, что в конце концов Министерство здравоохранения примет это официально. А говорит, они обижаются. Нет, никто не обижается. Так, теперь я хотел сказать, что батюшка говорил о прощенном воскресенье. Когда мы собирались вот так отдельно, уже у нас была зарегистрирована община. Мы даже еще раньше ходили три раза в год в Покровский собор, в Московской патриархии. Это на прощенное воскресенье, на Марьино стояние, когда полный канал Андрея Критского. Толкни это, Васю. Намертво. Выгоню, он не может даже проснуться. Так, выпусти его, выйди оттуда. Вася, я тебя просил туда не заходить, ты не послушался меня. Можешь под столом пролезть. Выйди на ту сторону. Послушание, иви. Зачем ты это делаешь? Ты там сидел, никогда не дремал-то. Ночная смена какая тут не касается. Ночная сиди там. Вот это не хорошее дело. Так, потом мы ходили и на Пасху три раза. Потом стали ходить два раза. Прощенное и на Марьино стояние. Канон Андрея Критского. Потом мы стали ходить один раз на Прощенное только. Я спрашиваю нынче нам, нужно идти или нет вообще. Не надо, наверное. Хочется узнать ваше мнение. Хочется узнать. Ну, дорогой, не уходите, рядом садитесь. Давайте, я думаю, наступил момент, после того, как мы были в патриархии, были беседы, как они относятся к нам. Ну, мы можем узнать, только пойдя туда. Как они нападали, какие они буквально зверства против нас принимают, то я вопрос уже нынче решил ставить так. Я помолился несколько недель об этом. И выход нашел такой. Обратиться к вам за помощью. Решить. Кто за то, чтобы в Прощенное Воскресенье, после нашего чинного прощения, мы пошли в Московскую Патриархию, как всегда. Кто за то, чтобы пойти? Поднять руки. Так, посчитайте, кто это будет. Быстро. Посчитай, сколько. Раз, два, три, три человека, четыре. Ты им объяснял? Чем больше. Раз, я, пять, четыре, пять, шесть. Кто за то, чтобы не ходить? Не ходить и нынче, да и никогда больше мы не пойдем. Почитай. Больше. Коля. Так, вывод отсюда такой. Кто желает, тот пойдет. А общее, как мы, уже, ну, я просто хотел узнать. Должно было к этому прийти. Прощенное Воскресенье. Надо к нему подготовиться. Вы помните, в прошлый раз, не в прошлый раз, а немного туда дальше, тут засчитывали одно письмо из Потеряевки от Владимира Русинова. Я выставил туда. Вдруг вчера уже все закрыто, кто-то звонит. У нас уже дверь здесь закрыта, там закрыта. Я говорю, Володя, посмотри, кто узнает, через дверь от двери пускать не надо. У меня солнце коснулось горизонта, ко мне дверь закрыта, больше не пытайтесь даже, никогда, я никому не открою. И он говорит, Володя Устинов, как, откуда он? Там закрыта калитка, закрыта, значит, он кто-то батюшка открыл. Теперь он приходит. Как он так? Или через забор перескочил, не знаю. Пришел. В чем он хочет? Ну, говорит, что ко мне пришел. Ну, ко мне пришел уже здесь. Ну, ладно, давай, я сижу за компьютером. Он заходит из Потеряевки. И где бы кто ни пришел, у него разговоров нет только против меня. Я говорю, хорошенько разузнайте, в чем я повинен. Я принесу покаяние, заплачу. Ну, 30-40 лет уже в этом состоянии. Ну, пора выходить надо как-то. Умирать-то мы будем-то. И вот он пришел. В прошлый раз я ему где-то не дал сказать. Он сильно этим был недоволен. Но я меняю тактику. Это он против того, что записывалось на видео. А тут полный покой. Я говорю, Володя, за камеру. Пока он прошел, он уже говорит, начало не с самого начала. Дальше Володя все снимает, все заснятое. 54 минуты. 54 минуты он говорил, а я молчал. Он письмо, которое он еще написал, 13 листов. И принес тут, мне вручил, Севастьян. А я говорю, я не беру. Так он еще на конверте написал. Я говорю, как, не берете? Я говорю, нет, я не беру. Вернем назад. Он пришел с письмом. Я пришел письмо отдать. Я не беру. А почему? Я говорю, я имею право не отвечать или нет? Я не отвечаю. И дальше, вот эти слова я сказал, а дальше молчал. И он дальше что знал, что не знал, что придумал, что сатана наметелил. Он все, все, все в обвинении. И остановится, и дальше, и за пазухи. А я ничего не говорю. Я сижу перед ним, как истукан. Тактика полностью измененная. И представьте себе, 54 минуты я молчу. Ну, одна минута моя, 53 минуты. Когда первый раз приехали патриархийные, здесь были, помните? Я одно предложение сказал. Братья, у кого звонок будет, телефон, так вы не выключайте. Пусть включены, выйдите в коридор, поговорите. Все. И дальше я опять заглох. Вот этот ролик, он у меня будет стоять. Старое обречество. Вчера он был у меня. А ночевал, по всей вероятности, у Надежды Васильевны. Я правильно понял? Да. Да. Он там ночевал. И увидите, как он заходит, это не видно, а как выходит. И попрошу просто отовникнуть. Он, конечно, говорил с тем настроем, что я вот против, а вы любите только хорошее, не будет. У меня мыслей никаких от таких не бывает. Я выставляю все. Я скажу, что выставляет настолько все, даже вот эту заднюю часть испоротую. Представьте, на весь мир кровавая задница пошла. Или такое. Ну, там где-то такие есть страны, где львы водятся. Там не написано какая. Они сидят в кабине, у него жена, ребенок, люди, и снимают и львы, недалеко. Он выходит и начинает снимать. И еще поближе надо в фотограф. И в это время сзади бросается лев. Они кричат, он его рвет, даже ест его. У них не ружья, ничего нет. Ребенок кричит, жена. Ну, а кто там все-таки снимает в это время? Это не крокодил за хобот слона ухватил. Это смерть, снятая в буквальном виде. И после приезжают работники. Ну, кого они отнимают? Там кости одни только. Он только выходил, вот сейчас еще нормально. Тут жена, все. Это все через мгновение будет по-другому. Запомните, как быстро все меняется. У меня сейчас книга такая толстая. Кто-то принес, не знаю, президент Кеннеди. Когда произошло убийство, убийство. И вот отойдет выстрел. Она жена его, первая леди. И вдруг она никто, она никому не нужна у гроба. Уже не распоряжается, не мертвецом, ничего. И уже за труп борются. Техас не отдает. Даллас говорит по закону. Любого убитого мы обязаны обследовать. А его охрана говорит, да это президент. А мне в законе не оговорено президент. Убили здесь. Мы должны понять, откуда летели пули. И там идет борьба. Борьба настоящая. Они бьются часами. И те, и другие. На скорости теперь самолет погрузить. Вырвали это тело. Кое-как. В бронзовом гробу. Им мгновение. И ты никто. Доля секунды, и ты никто. Жаклин. Ничего нет. И против них такой Кеннеди поганый фильм кто-то поставил. Чей-то заказ был. Позорец мертвого. Конца крайняя. Даже больше, чем Баварина. И она не такая. Она была первая леди. Первая леди. Какая она красавица. Все это говорится. Она эталоном была. Потом жена. Она не друг, не брат. Но я сплошь и рядом вижу. Вот у Невзорова где правда, где неправда. И мне за ночь выставили еще, может, 10 роликов. Чтоб я на них ответил. Никто не ответил во всей стране, во всем мире. Меня просто вытаскивают туда. Мне нужна помощь. Я этим заниматься начну, видимо, завтра. Сегодняшними записями, пока я до утра. До утра я буду работать. А уже с утра займусь именно этим. Через это Господь кому-то откроет. Так, теперь говорят, какое он зло делает. Скольких людей отвратил. Ну, у меня опыт. 50 лет. Я скажу, никого он не отвратит. Такая неприкрытная злоба. Такой сарказм. Такая издительность. Она никого не может привлечь. Запомните. Вот все подтверждают. Я 10 роликов. И все заметили, как я мягко разговариваю. Говорю о молитве о нем. И каждое его слово. Я на основании слова Божия. И он говорит о его местописании. Он о постах говорит. Я говорю, вы не постились. Посты вот что. И дальше все о постах. Говорит, она не сапири, что вступить в христианскую общую. Надо было все продать. Я говорю, написано не за это. А за то, что они утаили, солгали. Он передергивает. Он не знает. Он не знает Писания. Он ни одного дня не был христианином, который называется сегодня евангельским. И не было ни баптистов нигде. И я беру самое хорошее и показываю, чем он полезен. Ну, представьте, сегодня сказали, там будет какой-то вопрос. И приходят священников, там три или пять, там прописора Московской Духовной Академии. Но они не знают, с кем беседовать. А тот в Санкт-Петербурге, а там в Москве передача идет. И тогда вдруг на экране показывается Александр Глебович Немзоров. Попы сразу встали, во главе Севала Чаплин. Это по связям со всеми структурами, ну, с внешним населением. И за ним все священники встали и ушли. Они кончают Академию, доктора богословия. Неужели они не понимали, что на зубы этому человеку нельзя попадаться? Что они сделали? Они встали и ушли. Это означает не сегодня, а всегда. Мы бойкотируем его и с ним не будем. Но каковы последствия-то? Это все заснято. Как они идут, уходят. И в это время. Какая энергетика все-таки. Что эти бесогоны в рясах, как они? Изгнание бесов из студии. Бесов. Чернорисов. Они никогда не ждали. Теперь, ну, там нельзя ничего вставить, как есть-то. Но они встали и ушли. А вот теперь разная трактовка. А трактовка везде одинаковая. У него такая сила, что только взглянули на экран. И они лишились силы и едва вышли. Это демоны были здесь. Все повернули в другую сторону. Поэтому, вступая не в схватку, а в беседу с таким человеком, сотни раз оглянись. Стоит ли тебе идти и беседовать? Я еще раз повторю. Я за многими смотрю, скажу, лучше отца Олега Синяева, никто не говорит. Он сразу согласно Слову Божию с историоном беседует. Христос явится на облаках. Перед этим будет знамение Сына Человеческого. А знамение, что такое знамение? Люди не знают. Ну как? Как вознесен был змей, так вознесен Сыну Человеческому не дастся другого знамения. Знамение это крест, и Златоус объясняет. Все на место. А вы кто? Ваши родители, Сергей Торопов, который завистовенным считается, у вас все здесь. Его происхождение Христа такое. У вас ничего не сходится. Ну, сам Юй Мун перечисляет всех. Христов очень много. Ян Богослов говорит, и много антихристов в мире сегодня. Как беседовать? Как вести себя? Не знаешь, сиди молись. Там на глотку ничего не возьмешь. Там такие умы. Но вот мне предстоит 10 роликов. Это не просто роликов. Я должен его прослушать. Я иногда прослушиваю раза на два, на три. Я сколько время трачу. А теперь с Библии все выписываю карандашом. А потом только печатаю. Теперь снимаю места на принтере. И теперь приходим здесь снимать. Я вышел не просто так, а на международную арену. Его все слушают. Мне нужна действительно большая молитвенная помощь. А как, а что молиться? Да исполнится воля Божия. Если я там нужен, меня Бог остановит, чтобы я и дальше продолжал работу. А нет, он меня выгонит оттуда. Я больше никогда, я думал, больше 10 я не буду. Но ролики на меня идут. Я сказал, готовьте еще штук 20. Кто-то там готовит, этот Сергей, чтобы за него помолились. Так, маленькие события местного масштаба. У нас нет лука, чеснока. Я сегодня с детьми немножко занимался. Я поставил вопрос так, что слово дети... Неизвестно ли мы, кто такие дети? Да как неизвестно, ребятишки. Дети. Ты открой послание, первое послание, второе послание евангелиста Иоанна. Он, дети мои, дети мои. Павел говорит, дети мои, для которых я в муках рождения. Мы дети все с седыми бородами и до конца будем дети для тех, кто учит, кто наставляет, для священников. Почему мы называем отец Иоанн, мы называем отче. То есть мы ему дети. Мы дети Христа. А вот в ребенке что теперь заложишь? Ну, я сегодня провел еще урок, он тоже будет стоять в интернете. Я очень-очень примитивно говорю. Несколько мест писания, а остальное показывает из биографии, как у нас было дома, какое почтение родителей. Я ни разу не слышал, чтобы отец вышел. Он очень крутой был такой, крутой просто. Чтобы наша мать хотя бы раз про отца что-то сказала. Никогда. Теперь выгоним где? Ну, отец-то недовольный, он крутой. Но нас спас. Мы все с глазами, он кипяток, где открыто, картошка. Мать, что ты расставила? Соседка живет спириной там. Ты до спирихи готовы лавки туда протянуть? Убери сейчас же холеру. И мы все все-таки такие малыши были. Никто не оборился, никто не упал, нигде нет. Он нас сохранил, отец. И выйдем на поле, отец ни разу о матери не сказал слово. Ну, о его жене, о моей матери. Ни разу, никогда. А у нас как так? Не поладили? Муж на работу, а она теперь в детей вливает, на свою сторону. И дети теперь как? А мы в храм не пойдем, потому что папа наш там ходит. Вот это здорово. Папа кормит, поет, произвел вас на свет, и она его учит. Вы знаете, у Гитлера был человек, которого, когда он заканчивал жизнь самоубийством, если это было событие-то, он после себя назначил канцлером. Кто знает, как его звать? Кого он назначил канцлером? Гебберса. 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 А чем Гебберс как закончил? Кто знает? Да так же. Так как? Стремился. Он отравился ядом детей своих. Сколько у него детей было? Шесть. Сколько детей было? Шесть. Пять. Пять девочек. И? Мальчик. И мальчик. А жену как звать было? Эльза. Эльза. Нет. Кто знает? Магда. Магда. Кто сказал? Да, кто. Вот она знает. Вот она, Леночка, она знает это дело. У нас случай такой же повторился из знакомых. Жена, мать, пять девочек и мальчика, отторгла церкви. Это в моей жизни было однажды в одной местности, там лет сто назад, я скажу, к примеру сказать. Точно так же. Я только на днях это вычислил. Вот и все. Но та сделала меньшее зло. Иоанн Таус говорит, родители, которые не учат Бога ведения детей, хуже убийц. Убийца только тело погубил. Ты бессмертные души. Если вы слышали про такое, где это было? Ну пусть это в Сингапуре та жена живет, там дети ее. Помолитесь об этой жене и о детях, чтобы они не погибли. Помолитесь. А кто если знает даже имя, то помолитесь прямо с произнесением имени. Я не указываю ни место, ни название. Но вот именно так. Пять дочерей одного сына принесли в жертву своим амбициям. Всех настроили против... Я даже встречался с этими людьми, когда-то и сказал, вы своей ненавистью, как черно-фиолетовым кругом проклятие окружили всей семью. Чем это закончится? Просто так не кончится. Поэтому помолитесь, чтобы перед смертью Бог дал покаяние. Вот Александру Невзору, я все это прямо обращаюсь к нему, и говорю, вот вышли на его жену. А жена сказала, это Сергей как раз вышел. Передадут ему. Я вам раньше говорил, что я всегда молился и просил помочь молить из-за Горбачева Михаила Сергеевича. Это не простой человек. А вы скажете, а что он, да почему? Ну я тебе скажу, помазанник Божий. Вот это под сомнением, да? А ты языки Илья читай, книгу пророка, читай Иеремию, и скажи помазаннику моему Киру, языческому императору, помазаннику. Почему? Ибо он выполнит, что я ему назначил. Он выполнил все, что есть. Его не поносить надо, пожалуйста, ответить. Дальше. Я сегодня говорю о политических вопросах. О Жириновскому. Это все на форуме. У меня вытащено его выступление. Одно выступление называется «О мужчинах и женщинах». Материал вообще. Я не вижу, где Нюра. Чтобы она нашла это и показала. О мужчинах и женщинах, как он беседует. Вы знаете, у него юмора. У него грамот. Он доктор в пилосопии, где-то там профессор, несколько языков знает. Он по всем странам ездил. Он самый интересный и красивый во всей Думе. Но вот это самодурство где-то рвет. И однажды показывает другой ролик. Как он стал Пугачевой. И она, первое слово ей. Я Алла Борисовна Пугачева. Народная артистка СССР. И дальше. А теперь к нему обращается. Скажите, Владимир Польфович, вы так себя ведете нахально. Прерываете, с кем беседуете, деретесь. У вас что это? Природное вот это такое? Или вам свыше это где-то отпущено? А еще на президента пытаетесь. Представьте, на всю страну такое-то. Он спокойно стоит. Он вот такой жест. У него так вот он поет. Вот так вот. Он гаван. Он гаван. Он гаван. Вот так вытер. Может, жена платочка не дает. Я не знаю. Все время, какое бы выступление. Я был в атаке. Видно, что он валуется. Но дальше начал говорить. У нее микрофон, она сразу вырывается. А ведущий, который говорит, подождите. Алла Борисовна, вы говорили, там, 7 минут. Теперь это ему надо. Она непрерывно выскакивает. А вы вот это делали. И он дальше поясняет. Первый вопрос. Он идет вооруженный. Я пять раз не женился, как вы. Ну, сразу он ее хлопнул. Он знает не 4, не 6, а ровно 5. Второе. Вот я говорю грубо. Да, грубо. А вы зачем смотрите за мной? Я такой, какой есть. Этим я интересен. Вот и все. Меня называют фашистом. Там был такой Дмитрий Дмитриевич. Кто знает? Кто основатель был общества памяти? Васильев. И он говорит, я фашист, этим я интересен. И этот начинает показывать. Мне не надо, я всегда говорю, под язык залазить. Я высчитываю, что мне сказать-то. Дальше. Тихим голосом говорил Сталин. Всю страну залил кровью. Тихий голос. У Хрущева. Что сделали? Одна кукуруза. Тихий голос. У Брежнева. Вся страна пьяная. Валяется-то. Вы все тихим голосом. И не видите беды, что народ погибает. Он конкретное предложение дает. Вот конкретно. И когда женщина говорит, что это интересно, ему говорят, ну ладно, у вас не сложилось. Как не сложилось? У меня все сложилось. Я на несколько жизней вперед у меня все есть. Но жене я не могу угодить. Сапоги, 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 шуба, сапоги, шуба. Я говорю, у тебя ровно сто пар. Уже на второй этаж все тащишь туда. И все, сапоги, шуба. На пальцах на этот перстень, на этот, на этот, на этот. Затеяла шторы красным светом, розовым. Мне не нравится. Я говорю, сделай желтый, там, зеленый. Ну, в дурдоме красное ты не вешаешь, чтобы не раздражать людей. Она сделала. Я как мужчина делаюсь непотенциальным-то. Тебе со мной спать. Теперь она с подругой похвалила, что они другие, а мужа нет. Вы стоите на своем. И он прямо конкретно показывает. Вот надо ковры. У меня ковры, вон, все на этаже. Вот такие разводы на полу. Это значит, у меня много друзей, тут грязно. Это очень хорошо, разводы какие на полу. Пол вымытый, но разводы остаются какие-то. И дальше он говорит, ну, показывает. Горбачев, вот, я скажу, жили они строители. Горбачев, да это же экземпляр такой. Ну, представь себе. Жена змея под боком, всем руководит. Он из-под нее не мог вырваться. Змея компартия, он генеральный секретарь. И вдруг все рухнуло, он в 70 лет только открыл себя. Он сейчас и преподает, и в университетах. Он талант раскрыл. Он личность исчез. Ему говорят, ну ладно, обрежу. О, это вообще. Две жены, две сестры, дочери. Они две стервы, его день и ночь там учили. Он не знал, как вырваться. А теперь на всю страну выходил полупьяный и дурил. Ему не знаю, что отмечать. И который интерьер-то подходит к нему и начинает. Он говорит, не надо мне это говорить. Я сейчас вам покажу это все. Недавно я в дурдоме был. Одни женщины, женщины. Вот именно там место. Или в монастыре. Жена хороша. Говорит, далеко мы все выходим. И такие памяти. Но дома мы другие. Вот у меня теща. И она непрерывно мужу. Дурень. Ты дурень. Ты дурень. А он капитан первого ранга. Это полковник. И он теперь злость свою срывает. Надо все психологи знать. Там на своих матросах. На подводных лодках. И она непрерывно пилит. Ее нельзя не остановить. Когда говорит. А Мирона? Миронова? Это ведьма-то там. Она сыну двух сыновей угробила. Мужа и начинает. Она когда посмотрите на лицо ее. Это же ведьма настоящая. Кого не скажет, он все знает. И какой выход? Полным послушанием. Молчание. Чему учит нас Святая Библия. Вы разрушили, он говорит, православие. Тем, что в детишек маленьких, в парней, в ребятишек, закладывайте женский характер. А в девочек мужской характер. И она всем везде дерет. Я только сейчас начинаю жить нормально. Ну, с женой узкой тахта. Я не могу. Ну, не повернусь, они еще говорят, тахту отодвинем. А дальше там скамейку поставим. Приходит, тесь начинает командовать. Ну, мне спать-то не тесно. Тебе со мной спать, жена. Ну, она на стороне его. Ну, я теперь перехожу в другое место. Она осталась одна. Он конкретно говорит. Какой он эмоциональный. Как он это говорит. И даже где женщины. Да я сейчас выступал. 200 было там молодых студентов. Любая со мной пойдет. Все желают от меня ребенка иметь. Ну, Германия. Половина страны желали иметь ребенка от Гитлера. Он привлекателен. Этим самым темпераментом. Что эта стена за него может скрыться. Посмотрите этот ролик. У меня просто зайдите. Написано Жириновский. И на него посмотрите. Какие самые лучшие выступления. О всех бедах страны говорит. Вы ничего не делайте. Он до президента доходит. Говорит. Но он в одном месте говорит в одно. Другое там. Я не об этом говорю. Сколько оригинального. Человеки не могут воспользоваться. И придет время. Может быть. Загляну и туда еще. И может быть. Даже пригласим его. Он бывает иногда здесь. Ну, приготовиться. Кто не воздержит. Он может кулаком огреть. Как Жириновский говорит. Там жена начала. Или какая-то. Говорит. А как взял палку. Как дал. Говорит. По полу. И этим только испугал. По полу. Его взять не за что. Это все. Сегодня можно взять. И глазами. Посмотреть. Как он сидит на диване. Как встает. Как доказывает. Как люди сидят. Смотрят. В эфире. Интернет. Это не просто. А подарок Божий. Так там много не нужно. Не нужно. Везде есть. Вот представьте себе. Мужчина приходит на свалку и говорит. Вот это вот. Ну почему тут такая свалка. Ну вывозим помаленьку. Доходят. А вы знаете откуда это у вас? Ну откуда. Крематория вот рядом. Из крематория. Это люди. Пережженный пепел. Там кости не перегоревшие. А куда вывозите? Да мы дачникам на удобрение. Она продает там мужик. Видели где? Православная церковь запрещает заниматься кремацией тела. Прах ты и в прах возвратятся. Конечно. Если так взят. Да конечно через удобрение все равно в прах возвратятся. Ну не это же имел Господь когда говорил. Что сожгите. Топчитесь по ним ногам. Ходите. Лопатой сгребайте. Больдуатором смигайте. А теперь на дачу продавайте. А люди то знать не знают. На это очень питательное такое. У Гитлера когда людей сжигали. Там уродов всех. Банка домой дали. Там их поля удобряли. Там открыто все было. А здесь. Ну понедрежность. Вот что сегодня у нас новенького. А еще новенькое то не сказали про астероид. А? Про астероид то ничего не сказали. Про астероид. Мне сегодня вопрос задали. Что мой ответ? Я в прошлый раз говорил просто. На занятиях не сказали. Да на занятиях. На занятиях. Значит такое дело. Около Челябинска. Пал. И притом снимали с разных позиций примерно 10 человек. И американцы выступают и говорят. Вот тебе Россия. У нас говорят долбанули Пентагон. Когда? И ни одного кадра нет. А в России? Ну не. Там же охранники. Здесь никто не знал астероид. И как летит след. Выходит в каждой машине. Есть видеокамеры. То нам до России никогда не дорасти. Как она богато живет. И дальше как они говорят. Вот парень стоит. Девка спрашивает его какая-то там. А что такое? Я думаю что это комета какая-то. Долго стоит разговаривает. И этот когда летит она то шире. Он говорит. Я думаю здесь развалился он. Она крупная. Потом цехновый лег. Потом ба-бах. Вот это взрывная волна. И показывает теперь этот кратер. Огромный кратер. И идет человек. Ну человек вот такой вот допустим. Я вот подниму. А вот это дониза. Вот это кратер. Огромный кратер. Ну отсюда может быть до первой нашей Максима Горького. И все горит внутри. В земле. И вокруг на самом краю снег лежит. Что это означает? Как фантастик. Ну ведь мог он в Челябинск ударить-то. Ну не ударил. Господь побужал. Побужал. Ну и милостивый Господь. Значит. Мы не знаем что это. Но я выставил материал. Это случилось 15 февраля. День Сретения. Я привел 4.12 из пророка. Там какой пророк-то был. То ли Осирь, то ли Наума. И там говорится. Приготовься израиль к Сретения Бога твоего. Я привел это к празднику. И что это означает? Сегодня мы встретились с кометой. Завтра сам Господь сойдет. Ясно, что это не без Божьего промысла. И Господь показал, что нас ждет. А другие говорят, а может это американцы что-то запустили. Сегодня даже об этом никто не говорит. Все понимают, что это через космос. Как вот Тунгусский метеорит. Ну так как бы это там с юмором написано такое. Привет передаем челябинскому суровому парню, который пообещал звезду своей любимой с неба сегодня. Ну такой юмор как бы у них там. Братья и сестры, послезавтра уезжаю. Очередной раз уезжаю домой. Куда? Я вас всех люблю. Благодарю за подсказки. За учение, за поучение мое. Ну и остается у вас мое детище. Мое произведение. Лучше мое произведение. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Мы у них ночевали, когда были на Благовестии в Красноярске. Хотя проезжали несколько раз. У нас хорошее отношение, ты, Игорева, мама. Ну и над вами трудится сын. Он доверет вас дам уже кондицию. Трудится кто надо. Беспощады. Вчера звонила Валентина. Итальянская семья. Валентина вчера звонила еще раз. Ну, она просила тут совета, Игнатий Тихоновича. Ты поясни, какая Валентина? Валентина из Казахстана. Хапилина. Хапилина, да. Поклон она от себя передала и от Алексея. Это, знаете. Матюшина. Да, Матюшина. Он живет сейчас не там, не в Житегаре. Ну, ты понимаешь, по делу, я говорю в дело. Ну, я говорю по делу. Она просила очень молиться. Молитесь. У нее там неприятность большая. Говорить не хочется озвучивать. Но помолитесь, чтобы Господь ее укрепил. Саму ее укрепил. Ну, поясни, в чем дело. У ней с детьми там неприятность. С детьми. Суд предстоит у сына. Ну, и через дочь. Дочь там с наркоманом живет, а сын разборки там наводил, и драка получилась. И на что поранул? Да. Игнатий Тихонович, что мне на суде быть, не быть, как быть? Ну, суд. Можешь ты быть. Но тебе надо на этом суде быть. Ты не свидетель, не была не свидетелем, ничего. А зачем тебе там быть? Вот. Ну, Игнатий Тихонович очень хорошо ответил. Ну, я ответил по писанию. По писанию, да. Я знаю только так. Когда судили, ну, когда судят родственников, то могут и спросить и мать. Мать может. Не свидетель, а просто какая его характеристика. И вот судили одного баптиста, пресс-фитера, а дочь продавцом работает. Ну, а она не свидетель, но тоже допрашивался. И судья говорит, вот посмотрите, какие бывают родители. А она сразу встала тут и говорит, а отца моего не трожьте. Я такая только потому, что не слушалась отца. Я бы была вместе с ним. А сейчас какая у меня жизнь? Жизни-то никакой нету. Муж пьяница, дети куда попало и прочее. И отца не слушалась. И судьи получили совершенно другой товар, нежели они думали. Ее допросим, она скажет против отца. Вот теперь она неверующая, отец ее где-то довеял, а теперь ничего подобного. Я один случай сразу вспомнил. Это, ну, я свидетель, как с этими людьми разговариваю. Она уже женщина. И говорит, я связалась с ребятами, ну, это, видимо, где-то районный центр был. И мы воровать пристрастились. А там три девчонки было и четверо парней, допустим. И шторы там своровали в школе, то другое. Ну, обнаружили. Ну, отец, говорит, пришел домой, вызвали отца. И он, говорит, был у него офицерский ремень, отец, портупея, который, он не широкий совсем даже. И он порол у меня, говорит. Мама говорит, оставь Иру, иначе она тут умрет. И отец говорил, я просила, я кричала, отец не оставлял. Я, кажется, сознание потерял. Так платье у ней, он порвал ее с платья, у меня, говорит, или там трусы. Все туда врезалось в тело. Ой, нет. Мать ее там вином как-то отмачивала. Ну, теперь это все прошлое. Она говорит, отца уже нету. Как я благодарна папе. Если бы тогда он кончил чуть раньше меня стягать, я бы уже от этого не отстала никогда. А теперь вышел нормально замуж, живет, свои дети. И я с великой благодарностью вспоминаю отца. Но она не говорит о Боге. И просто отец наказал. Так что наказание, оно и на основании священного писания. И Пилипенко Герман говорит, в Библии написано, не жалей розги. У кого есть вот эти вопросы, что с пьяницами, с аркоманами, не теряйте возможности. Потому что это уже доказано, а опровергать никак нельзя. И особенно говорит, что женщина сидит, психотерапевт, она все разлагает научными терминами. Ну, посмотрите, а то у меня первая строчка. Форкотерапия, да. Братья и сестры, я еще раз хочу вас поблагодарить за ваши молитвы, за вашу духовную, материальную всякую помощь. Благодарю вас сердечно. Я еще нахожусь сейчас до 28 числа в больнице, в отделении восстановительного лечения. С 1 числа выписывают к труду. Спасибо, Господи. Слава Богу. Кто последний раз была Маргаритой? Как она себя чувствует? Зверевая? Она же и грибом заболела, и руку сломала. Кто у нее? Было ли разговаривали? Дома с дочерью она и все. Дома с дочерью. Ну, мы молимся, а больше не знаем. Подробно сегодня. Как ее состояние? У нее рука сломанная. Когда? Это долго же. Он с ногой сколько? Пять недель. Рука не имеется. Рука, правая рука. Это долго. Это долго. В прошлый раз я говорил о контейнере. Кто у меня занимается контейнером? Сколько стоит, сколько грузу, и как грузить здесь или там? Завтра позвоню. Завтра. Узнайте. Вчера мне сообщили точное место, а тот адрес куда посылать. Уже все. Нас ждут там. Так, на следующие занятия привезите мне в писанном виде, у кого какие книги есть. Даже которые в этом году я давал, в 12-м. Я кое-что попрошу вернуть назад. Мы набьем полный контейнер. Я думал отправлять 7 тонн, отправим только 3. В Ростов? Ростов? Город. Ростов? А вот зачем спрашиваешь? А зачем спрашиваешь? Кто пойдет? Да, Ростовская область. А область, это уже практически приехали. Ростовская область. Там уже есть еще перемена, зришка какая-то. Ну, уже практически все. Это наша штаб-квартира будет. Где будем заезжать, не знаю. Вот как только паспорта у меня будут, Игорь, сразу сфотографировать, прийти ко мне. И мы посылаем сразу. А где Леонидова? Сюсра. Кто с Тарасова Нидия Павловна вместе дружит? Подойдите ко мне. А вот. Вот он. Все, я просто не видел вас. Мы не знаем, где будем въезжать. То ли с юга будем въезжать, то ли с севернее, мы не знаем пока. Еще раз маршрут проверим. Или через Грецию, или через Польшу и Германию. Как Господь покажет. Если ничего не получится, мы там в России просто останемся. Если ничего нет, вопросы есть какие-то? Еще объявление. Так, минутку. У нас занятия пошли в двух местах в городе. И в этот вторник у кого собирается там, кто не ходил? У кого? Александра Михайловна? У тебя? А второе у кого собирается? У Галины Ивановны? У Игоря. Ну мы меняемся, мы меняемся. Так, в пятницу ты должен сказать сегодня. Сегодня, в пятницу, в вторник пятницу, Володя заснимет занятия там и здесь. Игнать Ильич, у нас расписание меняется, скорее всего, на среду и пятницу из-за одного члена, из Валентины Павловны, Борисовой. Решите сами. Ему скажется сегодня даже. Просто заранее. Дайте адрес и где будет. Во какое время? Один день. Сегодня. Пока люди не ушли, чтобы к тебе люди пришли, не ловил ты их. Вон она поднимает руку, говори. Братья и сестры, у нас это, у меня дома, мы проводим занятия во вторник и в пятницу, с шести часов вечера. Если у кого есть желание, то, пожалуйста, приходите. Адрес 1 мая, 8-23. Можете позвонить телефону, у вас есть, позвоните, мы расскажем, как добраться до точеки октября, пройти... Так, все? Ни у кого ничего нет? Главное им Бога. Главное им Бога. Достойно. Господи, 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 Боже наш, слава тебе, что продлил мирное время. Мы просим твоего благословения на правителей страны, патриарха, Кирилла, епископов и священников. Вразуми их, дай им страх твой, святой, чтобы они правильно учили людей по слову твоему. И о чем мы рассуждали? Ты устрой, что от тебя, а что не от тебя, поставь препятствие и место сие сохрани. Воздай милость всеми, кто заботится о нас, на врагов пролей милость, и этого Александра, Господи, коснись. И разум его обрати на доброе. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу.